Валютный рынок 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 Еще раньше мы видели, что индикаторы CIPC, то есть исследование CIPC и IHS Market говорило о том, что в январе, феврале и в марте потихонечку началось снижение темпов роста промышленного сектора Великобритании. То есть видно, что опережающие индикаторы Market грамотно спрогнозировали ситуацию в британской экономике, потому что видно, что по официальной статистике подтверждается замедление темпов экономического роста в промпроизводстве. Все-таки по сравнению с прошлым годом здесь зафиксирован хороший рост, то есть на фоне того, что было в начале прошлого года, можно сказать, что в 2017 году произошел хороший рост промышленного сектора Великобритании. Мы это уже неоднократно обсуждали, что именно в прошлом году экономический рост Великобритании закрепился на основе роста промышленного производства. Возникает вопрос, задержится ли вот эта тенденция, учитывая, что в последние месяцы наблюдалось снижение темпов роста, которое мы сейчас видим в красном. Первое, что хочу сказать, и официальная статистика говорит о том, что может быть в связи с сезонными факторами, в связи с холодной зимой Великобритании по их стандартам, потому что там температура упускалась ниже нуля, а для Великобритании это холодная погода. Хочу сказать, что они обвиняют погоду, что вот экономика не развивалась хорошо, потому что температура в Великобритании в феврале упускалась и в марте ниже нуля. Также об этом говорили и маркет совсем недавно. Мы откомментировали их исследования, что они говорят, что в текущее в марте, скорее всего, также выйдет слабая статистика из-за вне погоды. И я хочу сказать, что сегодня Национальный экономический исследовательский институт Великобритании также опубликовал слабое прогнозируемое значение по экономическому росту. Но они также говорят, что это может быть, скорее всего, из-за того, что в Великобритании в этом году был снег. То есть у них температуры упали ниже нуля, у них был снег, много что не работало. Оказалось, что даже из-за того, что был снег в Великобритании в феврале и в марте, какой-то трубопровод, очень важный трубопровод, думаю, что либо газопровод, либо нефтепровод, не работал очень долго. То есть его практически там чинили. И в связи с этим даже они предполагали, что может быть зафиксирован отрицательное значение по экономическому росту. То есть снижение экономического роста уже не темпов роста, а самого отсутствия экономического роста и падения практически экономики в феврале и марте. Но они предполагают, что понятно, что сейчас в апреле у них снега уже не будет. Предполагают, что экономика начнет восстанавливаться в Великобритании. И соответственно, многие исследовательские институты Великобритании говорят, что это скорее всего был такой краткосрочный, ну маленький краткосрочный период, во время которого была просадка в экономике. Сейчас начнется восстановление. Я это говорю с целью, чтобы не ссылаться на эти негативные индикаторы на данный момент при торговле, потому что они пока еще мы не знаем, если они сохранятся, вот этот негатив в ближайшие месяцы. И все-таки хочу напомнить, что в начале недели я комментировал заявление Яна Маккаферти. И я неоднократно говорил и раньше, когда проводил обзоры в прошлом году, что он и еще раньше, что он является очень уважаемым экспертом среди представителей Банка Англии, потому что у него 20-30 летний опыт в этой сфере, то есть он с 80-х работает в этой сфере. И он имеет очень хороший опыт и он говорил, что по его мнению начнется более сильный экономический рост в ближайшие месяцы в Великобритании, а рост заработной платы потихонечку начнет подтягиваться вверх и соответственно нужно ужесточать быстрее денежно-кредитную политику. Я это неоднократно комментировал, это Ян Маккаферти, мы его часто комментируем. Соответственно имейте в виду, что да, сейчас выходит плохая статистика за прошедшие месяцы, также выходит и прогнозируемое, то есть прогнозы, прогнозируемое значение за текущий месяц, допустим, за то, что сейчас происходит, также выходит в красном, то есть не очень хорошем виде. Но если доверить эксперту Банка Англии Ян Маккаферти, то можно сказать, что впереди начнется более высокий экономический рост. Соответственно для фунта на фоне этого можно сказать, что ничего плохого пока может и не быть. Надеюсь, это было понятно. Итак, другого ничего интересного не было. А, ну вот они практически темпы роста ВВП от Национального экономического исследовательского института Великобритании. Они все-таки также, хочу сказать, я их прокомментировал, говорят, что это был краткосрочный период, во время которого ухудшилась экономическая ситуация в Великобритании за счет того, что у них был снег в этом году и много что не работали, были сбои трубопроводов и так далее. Я хочу сказать, что они все-таки предполагают, что в этом году будет зафиксирован рост Великобритании на уровне 1,9%, что достаточно оптимистичный прогноз, который они делают на фоне всех других прогнозов, которые делают коммерческие банки в Великобритании, сам Банк Англии, а также и европейские банки, которые говорят, что в Великобритании все будет плохо. Но мы это говорили, что это политический подход у европейцев. Раз им не понравился тот факт, что Великобритания вышла из Евросоюза, они начали говорить, что у них все будет плохо, что у них будет плохой экономический рост. А на самом деле оказывается, что на данный момент пока ничего плохого для Великобритании от этого, то есть более плохого нет. Понятно, что у них экономика не очень перспективна в долгосрочной перспективе за счет сильной зависимости от финансового сектора и за счет того, что финансовый сектор в Великобритании начинает терять свою долю. Но это не связано с Европейским Союзом и тут с Брекзитом. Это просто была такая неизбежная тенденция. Хорошо, идем дальше. В 15-30 через 20 минут выходит инфляция по США. Она может вызвать солидную волатильность на валютном рынке во время публикации, после этого и на протяжении дня, если тут будет значимых изменений. Также хочу сказать, что эта инфляция может сыграть важную роль для доллара не только в течение дня, то есть не только для внутренней торговли. Будьте очень аккуратны. Вечером публикуется в 20.00 протоколы или это минутки последнего заседания Федрезерва, которое состоялось в середине марта. Думаю, что это также является важным документом, который может увеличить волатильность по американскому доллару. Будьте на чеку. Публикуется в 20.00. Потом завтра рано утром публикуется статистика по розничной продаже с использованием электронных карт в Новой Зеландии. Есть выступление, состоится выступление главы Банка Японии Харухико Корода. Ипотечные кредиты публикуются по Австралии. Вся эта статистика имеет второстепенный характер, на мой взгляд. Так что мы эти индикаторы прокомментируем. Но для самого валютного рынка они вряд ли могут создать некую серьезную волатильность. Единственное, в случае, если здесь будет сильное расхождение, то есть если по факту значения выйдут на уровнях, которые очень сильно отличаются от предыдущих, от ожиданий и так далее. Завтра будет во время европейской сессии почти ничего интересного не будет. Видно, что есть выступление члена Комитета по денежной Бродбенда. Также отчет Банка Англии об условиях кредитования. На мой взгляд, второстепенная статистика для торговли по валютному рынке на краткосрочных таймфреймах. Промышленное производство по Европе. Несомненно, мы его прокомментируем. И напоминаю, что до нашего следующего обзора завтра, которые состоятся в 15.00, будут упубликованы также протоколы и не минутки последнего заседания Европейского Центрального Банка. То есть эти события могут вызвать серьезную волатильность на валютном рынке. Будем смотреть, читать, что они там, европейцы, говорят в своих минутках. Учитывая, что все больше и больше представителей Европейского Центрального Банка говорят о том, что пора уже начать более жестко ужесточать денежно-кредитную политику на фоне более высокого экономического роста в последние месяцы. Будем следить за ситуацией, точнее в последние кварталы, потому что в последние два месяца идет снижение темпов роста согласно маркету. Но на фоне всех вот этих предыдущих кварталов, которые были, например, там 2-3 года назад, все-таки рост достаточно хороший. Итак, у меня на этом все. Жду ваших вопросов в чате. Если они есть, уважаемые зрители, пожалуйста, пишите в чате. Если есть у кого-то конкретные вопросы по календарю, пишите в чате. Если, конечно, вопросов нет, мы потихонечку перейдем к графикам и посмотрим, что у нас на графиках. Итак, что хочу сказать. Уважаемые зрители, хорошо, что я вспомнил. Если мы зайдем на страничку Аль Пари в разделе обзоры рынков и выберем видео обзоры. Я вчера вечером в комментариях написал у моего обзора, что в паре евро, извиняюсь, доллар-франк сформировалось бычье поглощение на х4. То есть есть вероятность к возобновлению восходящего тренда. В это время пара была на уровне 95.70. Давайте я сразу перейду к этой паре. Хорошо, что я вспомнил. Вот он практически на х4, тот тренд в паре доллар-франк, который вчера начал восстанавливаться на фоне вот этого бычьего поглощения. Давайте я его зафиксирую. Тем более, что это бычье поглощение было в пределах восходящего тренда и по сути вблизи линии тренда. Мы это вчера комментировали во время нашего обзора, что мы сейчас фиксируем линию тренда. И я что хочу сказать. На фоне этого потенциального отскока, если кто-то открывался в направлении покупок внутри х4 восходящего тренда, должен понимать, что сейчас в 15.30 статистика по инфляции может сыграть важную роль для доллара и, соответственно, для пары доллар-франк. И сработает ли этот отскок или нет, может определиться в ближайшее время. То есть на фоне этой статистики. Так что, если кто-то здесь открывался в ожидании, что восстановится восходящий тренд, должен понимать, что есть такое рисковое событие сейчас впереди, через 15 минут. Статистика по инфляции. Потом уже вечером в 9.00, когда публикуются минутки. Я это с целью сказал, потому что вчера, когда я писал, все это имел в виду. И если честно напрямую сказать, я сегодня рано утром свою сделку, которую здесь открывал на фоне вот этого потенциального восстановления в сторону восходящего тренда, перед инфляцией сегодня, даже сегодня рано утром ликвидировал, чтобы пройти через рынок на этих мелких таймфреймах вне зависимости от статистики, то есть чтобы не брать на себя эти риски. Надеюсь, это было понятно. Соответственно, я начинаю с долларового индекса. Итак, что у нас на долларовом индексе? До этого читаю, что написал Иванов Михаил в чате. Веселин, давно хотел задать вопрос. Нам в календарях дают одни данные по инфляции по США, а ФРС читает по другим данным. У них свои расчеты, эти данные только для ФРС, или их можно посмотреть где-нибудь? Нет, конечно, они не только для ФРС. Значит, я что хочу сказать. Смотрите, та инфляция, которая здесь публикуется, то есть та инфляция, которая здесь публикуется в календаре, это CPI, Consumer Price Index. Вот она сейчас выходит. И инфляцию, которую отслеживает ФРС, это PCE. Они публикуются раз в месяц, в конце обычного месяца, там около 28, 29, 30 числа, раз в месяц. И это сильно запаздывающая статистика, потому что вот сейчас выйдет статистика за март, CPI, а в конце месяца выйдет статистика, то есть в конце апреля получится выйдет статистика за март и это ФРС инфляция. Возникает другой вопрос. Стоит ли на это обращать внимание, на ФРС инфляцию? По сути стоит, потому что они на это обращают внимание. Ну, в принципе, я уже неоднократно говорил, что многие центральные банки, в частности Федрезерв, они уже вообще лавируют, они вообще нет такой солидной привязки их решений по денежно-кредитной политике к этим индикаторам, которые практически указаны в их мандате. То есть Федрезерв уже давно отошел от всего этого, и мы сами это обсуждали, что их очень часто спрашивают, ну хорошо, вот вы по своему двойному мандату отслеживаете, например, рынок труда и инфляция, там ситуация вообще давным-давно одна, вы вообще принимаете другие решения. Почему так? И это практически этот процесс наблюдается уже 4-5 лет. Все вот этого расхождения. Иванов, Михаил, мы это давно уже обсуждали, в том числе я отвечал на этот ваш вопрос по канадской экономике, по канадскому банку, по канадской инфляции. Соответственно, я хочу сказать, что все эти индикаторы, они потихонечку начинают терять некую значимость, потому что оказывается, что никто на их не обращает внимания. Это просто некая статистика, которая кто-то ее публикует, и она практически уже имеет незначительный эффект для рынка. Надеюсь, это было понятно. Но в частности, вот эта CPI инфляция, она в известной степени важна, потому что сам фондовый рынок, например, те, которые торгуют крупноучастники, там на рынке облигаций, они учитывают именно вот эту инфляцию в своих моделях по вычислению там цен активов и так далее. То есть поэтому мы предполагаем, что раз они обращают внимание на эту инфляцию, это может практически повлиять и, соответственно, индиректно на доллар. Но я хочу сказать, что вот эта вся ситуация вокруг этой инфляции, статистики, что становится все менее и менее качественно и говорит о том, что нынешняя финансовая система, она уже неэффективна, она растерялась. Не то, что эти центральные банкиры хотят там что-нибудь плохого сделать. Нет, они просто все вышло за пределы их возможностей. То есть они уже сами не понимают, что в экономике, на какую статистику ссылаться. Все это практически плавающее, непонятно и для них. И, соответственно, я поэтому уже неоднократно говорил, блокчейн, технологии, криптовалюты, они просто снесут все это, потому что это неэффективная система. Ну ладно, это другая тема. Давайте мы продолжим сейчас с просмотра графиков. Итак, идем дальше. Доллар в индекс. На меньшем таймфрейме текущая свеча начинает иметь медвежий характер. Будем следить за текущей свечой. Протестирует ли она снова вот эту впадину здесь, то есть линию зеленую, которую мы провели через вот эти две вершины. Будет ли таким образом тестировать линию потенциального тренда. На данный момент все это говорит о том, что да, все вот эти месячные свечи, которые не обновляют на данный момент предыдущие вот эти локальные минимумы или ловый свечей, говорят о том, что здесь есть вероятность к формированию впадины. Конечно, если перейти на weekly таймфрейме, вероятность пока еще не очень надежная. Она на самом деле может полностью отмениться, потому что мы уже давно обсуждаем, что здесь если не подтвердится второе обычае поглашения, не сформируется вот еще оно где-то по пути, вероятность того, что здесь формируется впадина, будет уменьшаться. Представьте себе, что если здесь даже наоборот произойдет медвежье поглощение, оно полностью отменит вот эту формацию бычьего поглощения, и тогда получится, что на дневном таймфрейме мы просто в пределах нисходящего тренда по долларовому индексу потихонечку будем идти вниз. То есть, что нисходящий тренд просто полностью продолжится, прикасаясь условно к линии нисходящего тренда, потихонечку он снова начнет восстанавливаться. То есть, будем сидеть за ситуацией. На данный момент на х4 мы находимся в пределах между красной и зеленой линиями. Соответственно, на мой взгляд, нет ни четкого ясного сигнала о отскоке вверх, потому что мы не пробили красную линию, не находимся выше. Также, на мой взгляд, нет и четкого ясного сигнала о прорыва зеленой линии и движении вниз. Соответственно, я являюсь полным наблюдателем по долларному индексу. Но, конечно, мы понимаем, что все-таки на дневном таймфрейме здесь есть нисходящий тренд, что само по себе говорит о том, что любая покупка американского доллара в долларном индексе связана с большими рисками. То есть, это само по себе говорит о том, что, скорее всего, мы знаем постулаты технического анализа, что, скорее всего, тренд продолжится ниже или сломается. Поэтому, по всем определениям, по логике, минусы против американского доллара на вот этих таймфреймах, подчеркиваю, на вот этих таймфреймах больше, чем плюсы. Надеюсь, это понятно. Итак, на H1 те же самые красные и зеленые линии, между которыми мы находимся. То есть, здесь нет никаких четких ясных движений. Да, если перейти на маленькие таймфреймы, вот продолжается вот этот наш нисходящий тренд. То есть, получается, вчера мы здесь комментировали, произошел отскок. То есть, я это с целью говорю, потому что мы вчера говорили, мы находимся в пределах нисходящего движения. Но если кто-то на мелких таймфреймах торгует, должен понимать, что есть правила, которые универсально считаются, ну, желательно к ними придерживаться при торговле, в трендовой торговле. Соответственно, вот когда произошел отскок, вот это получается, вот здесь, по доллару индексу, кто-то мог бы, например, на 30-минутном время открывать сделку. И я все-таки хочу сказать, что эти таймфреймы мы во время наших обзоров не обсуждаем с точки зрения торговли, потому что у нас формат обзора, на мой взгляд, не является комфортным для краткосрочной торговли. Итак, евро-доллар. Перевернутый долларовый индекс на 180 градусов. Те же самые свечи, пока последние две свечи, а именно та зафиксированная за месяц марта, та, которая за текущий месяц апреля рисуется, не обновляют максимумы предыдущих двух свечей. Соответственно, это все говорит о том, что, скорее всего, здесь есть хорошая вероятность для формирования вершины. Тем более, что мы на тяжелом таймфрейме находимся в пределах нисходящего движения. Также на уикле это 61 уровень по Fibonacci. Но я хочу все-таки напомнить, что на уикле таймфрейме нет желаемого второго медвежьего поглощения. И, соответственно, на мой взгляд, и с точки зрения свечного и графического анализа на этих тяжелых таймфреймах нет четких ясных сигналов о развороте. Соответственно, пока еще рано, на мой взгляд, надеяться, что здесь начнется движение. Представьте себе, что здесь произойдет хорошее бычье поглощение. Оно полностью отменит это. И, соответственно, мы снова пойдем вверх к 61 уровню по Fibonacci, которая находится где-то на уровне 1.26, 1.26.5, 1.27 и так далее. То есть ловить эту вершину на данный момент, я думаю, что пока нет смысла. На мой взгляд, каждый для себя сам решает. И я неоднократно говорю, что я лично этим не буду заниматься. По многим причинам, учитывая, что на самом деле здесь четко и ясно идет диапазон. На х4 нет никакого целенаправленного тренда. То есть восходящий тренд начал слабеть после прорыва линии тренда. Сейчас мы тестируем снова снизу вверх линию восходящего тренда, который когда-то мы отслеживали. Также пока еще не полностью отменивается потенциал к нисходящему тренду. То есть на этом перекрестке мы находимся на ключевом для меня таймфрейме. Мы на х4. Соответственно, продолжаем находиться в этом диапазоне. В этом диапазоне я не собираюсь торговать лично. Соответственно, для меня пара евро-доллар на этих таймфреймах неинтересна. Тот же самый на х1, тот же самый практически боковик диапазон. Конечно, если на 30-минутном таймфрейме торговать, вот я продолжаю тогда эти линии восходящего движения. Но это уже совсем другая торговля на 30-минутных, на 15-минутных таймфреймах, которые практически нужно отслеживать и на 5-минутках, чтобы наблюдать за формированиями впадин и вершин. И, соответственно, это не та торговля, которую мы обсуждаем во время наших обзоров. Идем дальше. Фунт-доллар. Текущая свеча начинает ставить под сомнение все вот эти предыдущие свечи. То есть она хорошо повышается. Будем следить за данной ситуацией. Почему? Потому что на уикл таймфрейме мы тестируем вот эти две бычьи поглощения. Полностью их тестируем уже. Это пока еще мы находимся ниже вот этой вершины. Но напоминаю, что все-таки здесь идет восходящий тренд на уикле. На дневном таймфрейме идет восходящий тренд. И очень сложно, на мой взгляд, спрогнозировать, как будет вести себя фунт для меня. Учитывая, что мы уже с конца прошлого года или где-то с октября все время видим, что в одном месяце, то есть когда-то выходит положительная статистика, когда-то плохая. Все практически разворачивается с одного направления полностью в другую очень часто. То, что перенос цены динамику британского фунта. Сейчас, например, Энди Холдейн, я лично его очень сильно уважаю, считаю, что он очень хороший эксперт. Также начал говорить о потенциальном хорошем экономическом росте. Соответственно, если его слова окажутся действительностью со временем, получится так, что здесь даже может получиться, что вот это было впадина, которое, конечно, не было на уровне линии тренда, здесь вот этого, которое сформировалось и указывает на потенциальное восстановление восходящего тренда. Но я также не буду здесь подключаться, потому что риски очень большие по Британии. Все время какие-то переговоры по Брекзиту. Тем более, что статистика также не однонаправленная. То есть видно, что один месяц она выходит в одном направлении, в другом месяце в другом направлении. Мы это неоднократно обсуждали. Соответственно, я не чувствую себя комфортно. Учитывая, что на х4 здесь для меня пока еще нет никакого тренда. Есть одна вершина, вторая, которая сформировала двойную вершину, потом в третий раз ее мы дефицитировали, сейчас кестируем в четвертый раз. То есть все это говорит, что здесь пока еще есть 34 вершины на х4 и для меня нет тренда. На х4 напоминаю, что мы пытаемся, уже можно сказать, что условно зашли в пределы восходящего движения после вот этого прорыва, который оказался, что не смог отменить этот восходящий тренд. Видно, что на 30-минутном таймфрейме этот восходящий тренд раньше начал слабеть. Мы зафиксировали прорыв линии тренда, но он также не отменился. Сейчас потихонечку идем снова вверх. Ранее практически мы предполагали, что если не сможем обновить вот эту впадину, будем снова тестировать эту вершину. Мы сейчас его тестируем, посмотрим, что произойдет. В начале недели я говорил о правилах 3 месяцев, то есть о правилах 1, 2 или 3 кварталах. Соответственно посмотрим, что произойдет в целом на валютном рынке по доллару после окончания текущей недели, начиная со следующей недели. Продолжится ли текущее движение, которое было на протяжении последнего квартала в долларовых парах или начнутся некие изменения. Итак, 30 секунд осталось до публикации статистики. По франку я озвучил свое мнение. Может быть сейчас статистика по инфляции сыграет важную роль для H4 восходящего тренда в франке против доллара. То есть пара доллар-франк. Давайте мы будем следить за реакцией рынка именно на этой паре, потому что мы дошли до этой пары. И соответственно в этой паре есть хотя бы на H4 какой-то тренд. Вот статистика вышла. Первоначальное движение было микроскопическое 5 пипсов вниз. Давайте посмотрим, что у нас практически вышло в календаре. Соответственно все вышло в пределах ожиданий. Я хочу сказать, что большого сюрприза для рынка по сути нет, потому что все вышло в пределах ожиданий. Видно, что продолжается поэтапный рост инфляции и именно индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей. Потихонечку повышается, то есть поднялся снова выше 2%. Давайте мы посмотрим на динамику вот этого графика. Соответственно вот смотрите, снова мы повышаемся выше 2%. Такое в последний раз было в 2016 году, когда доллар был слабым. Почему я на это обращаю внимание? Потому что может быть начинается, если доверять индикатору по инфляции, если оказывается, что это действительно не просто вот эта базовая инфляция, я хочу сказать, что может быть это говорит о потенциальном восстановлении уже темпов роста американской экономики, что может быть впереди начнется более высокий экономический рост США по сравнению с предыдущими, с последним кварталом, допустим первым и по сравнению там с 2016 годом, когда были низкие темпы роста, то есть может быть что начинается восстановление, но в краткосрочной перспективе имея ввиду американской экономики, что может оказать поддержку доллара. Поэтому здесь вполне вероятно, что здесь скорее всего вот этот тренд, скорее всего вот этот на х4 тренд продолжится. Я буду следить за данной парой. Может быть я снова могу переоткрыть здесь свою, переоткрыть сделку на х4. Буду думать после окончания курса, потому что посмотрю, какие свечи сформируются на х4. Это я с целью говорю, потому что после вчерашнего обычного поглощения, видно, что была тоже одна хорошая свеча и мы сейчас ее прокомментируем. Во-первых, на месячном таймфрейме мы входим в серые диапазоны. На weekly таймфрейме продолжается вот это коррективное движение. Да, иногда происходит замедление, но оно продолжается в пределах потенциального нисходящего тренда. Может быть если окажется, что после окончания вот этих трех месяцев или после окончания квартала, который мы обсуждали в начале недели, начинаются некие изменения в долларовом индексе. Соответственно, здесь могут начаться движения вверх, которые просто возобновят вот этот серый диапазон. Итак, на дневном таймфрейме ничего интересного у меня нет. На х4 кажется, что это была впадина внутри восходящего тренда. То есть восходящий тренд на х4 остается актуальным. В паре доллар-франк я предполагаю, что инфляция по США неплохая, но пока еще я ее детально не смотрел. Соответственно, не могу сделать таких четких, ясных заявлений, потому что я хочу посмотреть эти компоненты, на компоненты инфляции. Но если честно, на первый взгляд, по ощущению кажется, что там не так все плохо. Следующее. Если перейти на х4, хочу показать, что у этой свечи хорошо выраженное бычье тело, которое практически подтверждает вот это бычье поглощение. Если перейдем на х1, контр-движения, которые формировалось, коррективное движение на х1, а также оно хорошо видно на 30-минутном таймфрейме, четко ясно закончилось. То есть вот оно коррекционное или коррективное, или контр-движение, которое есть на более мелких таймфреймах против восходящего х4 таймфрейма. Секундочку, я его нарисую на 30-минутах. Оно закончилось. Объясняю, почему. Вот он, тот нисходящий тренд, который был. Здесь произошел прорыв линии тренда. Это четко ясно видно на мелких таймфреймах. Сейчас, соответственно, мы обновили сегодня вот эту предыдущую вершину в пределах нисходящего движения. Соответственно, на данный момент сейчас что происходит? Пробой коррективного движения, обновление предыдущего максимума. Поэтому мы перечеркиваем вот этот коррективный нисходящий тренд. Здесь сейчас было движение вверх, движение вниз в рамках линии нисходящего движения, движение вверх. Сейчас происходит движение вниз на фоне волатильности, которое тестирует снова вот эти ключевые вершины последние в пределах нисходящего движения. Уровень консолидации или прорыва линии тренда, который есть на мелких таймфреймах. И если сейчас восстановится движение вверх, оно будет говорить о том, что здесь есть потенциал к развороту, к формированию восходящего тренда. Поэтому я сейчас немножечко понаблюдаю за этой валютной парой, посмотрю, что произойдет, восстановится ли потихонечку здесь вот это движение вниз. Если оно восстановится, думаю, что на H4 подтвердится хорошая вероятность, указывая на тот факт, что здесь потихонечку начинает формироваться впадина. Буду следить за ситуацией, думаю, что это я продискутировал. Тем более, что в паре евро-франк мы потихонечку, я давно уже забыл об этой паре и его комментировать во время наших обзоров. Хочу показать, что здесь восстановилось восходящее движение. На самом деле оказалось очень правильно тот диапазон, который мы еще в прошлом году рисовали, выше 1.15, что вот пара протестировала, просто сдвинулась линия тренда, протестировала вот этот уровень. Это был тот уровень, который мы на H4 отслеживали в это время. Вот здесь мы периодически обсуждали, что если отсюда начнется отскок вверх, скорее всего восстановится вот этот восходящий тренд, но в других контурах. И мы потихонечку снова будем идти к верхней границе вот этого диапазона. То есть здесь видно, что евро давит на франк, соответственно он будет давить и на франк эта пара, и на франк в паре доллар в доллар франк. Конечно, намного лучше было бы, если евро-доллар остановится, чтобы евро перестал давить на доллар, тогда доллар-франк почувствует себя комфортнее. Но здесь пока еще видно, что у франка минусы намного больше, чем плюсы. Итак, пара доллар-иена. Ту пару, которую я на самом деле вчера забыл прокомментировать, я вижу, что Дзензуа Торник, я надеюсь, он наш постоянный участник здесь, потому что он мне написал, что я вчера забыл прокомментировать пару доллар-иена, что у нас есть на тяжелых таймфреймах. Значит, мы находимся на 23 уровне по Фибоначчи. Впервые мы писали и, извиняюсь, обсуждали, что последняя свеча за месяц март имеет такое тело, которое не является настолько медвежьим, как у остальных свечей, которые были в начале года в январе и феврале, то есть этот молот, который сформировался. Конечно, по сути молот иногда можно рассматривать в качестве разворотной свечи. Я занимался очень много свечным анализом, то есть мне он нравится. И давайте я напишу вот этот... Как это пишется? Я просто у меня нет кириллицы здесь. Вот он практически этот молот. Давайте я вот в таком виде где-нибудь его открою. Вот он практически молот. Видно, что вы можете посмотреть, что молот считается разворотной формацией, исходя из свечного анализа. Здесь вот в обучающих, например, таких курсах иногда рассматриваются вот эти классические разворотные свечи. Но это не значит, что на 100% там происходит разворот. Просто это такой момент, на который стоит обратить внимание. Вот на вот этих молотах, которые есть, например, внутри впадин и так далее. Соответственно, здесь действительно может сформироваться разворот и отскок. Будем следить за ситуацией, тем более, что с точки зрения фундамента мы говорили, что согласно Танкану, те индикаторы, которые мы видели в марте, во второй половине марта, есть предпосылки к замедлению темпов роста японской экономики, что может нарисовать вот эту впадину. Тем более, что сейчас мы находимся на вот этой условной линии восходящего тренда. И мы сейчас его тестируем. Будет ли здесь прорыв, будет ли восстановление. То есть это такой критический момент. Но на мой взгляд, здесь нет четкого ясного подтверждения. Но давайте мы кое-что сейчас обсудим. Значит, бычье поглощение, оно есть. Мы его комментировали. Оно подтверждается свечой, которая сформировалась на прошлой неделе. То есть вероятность того, что пара доллар-иена делает остановку и потенциал к формированию впадины, намного больше, нежели чем это было ранее, когда была череда медвежьих свечей или отсутствие каких-то потенциально разворотных свечных моделей. Соответственно, на дневном таймфрейме хочу напомнить, что на самом деле у меня ничего здесь интересного нет. Но на H4 действительно тут есть несколько важных нюансов. Во-первых, прорыв линии тренда нисходящего, движение вбок. Хочу напомнить, что на H1 мы также рассмотрели прорыв линии тренда нисходящего. Тренда на H1. Соответственно, это уже само по себе говорит о том, что и на более мелких таймфреймах меняются. Ситуация меняется, хотя мы здесь имели вот такой нисходящий тренда. Потом угол начал меняться и указывать на формирование потенциальной впадины. И, соответственно, вот этот более медленный нисходящий таймфрейм, и он практически начал слабеть после прорыва линии тренда. Мы сейчас тестируем вот эту предыдущую вершину. Уже впервые в последние дни идут реальные попытки для обновления, четко и ясного обновления вот этой вершины. И, может быть, это уже действительно обновление вот этой вершины, которое говорит, что пора перечеркивать нисходящий тренд и, соответственно, предположить, что здесь формируется впадина. Если перейти на 30-минутный таймфрейм, может быть, здесь начинает рисоваться некий восходящий тренд. Давайте я это зафиксирую. Соответственно, я хочу сказать, что если даже нет четкого сигнала о формировании впадины, все, что мы только что обсуждали на всех тяжелых таймфреймах и на всех вот этих мелких таймфреймах, говорит о том, что вероятность продолжения движения вниз в паре доллар-иена на данный момент с каждым днем все больше и больше снижается. Будем следить за ситуацией. Если на 30-минутном таймфрейме сейчас от вот этой впадины мы отскочим и пойдем снова вверх, восстановится на 30-минутном таймфрейме вот этот потенциальный восходящий тренд. Соответственно, достаточно тут ситуация уже неоднозначная. Она говорит о том, что если кто-то торговал в направлении продаж, скорее всего нужно задуматься, поставить под сомнение все вот эти продажи. Мы об этом уже даже неоднократно говорили, когда на х4 вот эти тренды начали слабеть после вот этого прорыва. И на х1 тем более, когда здесь произошел этот прорыв. Но я не собираюсь здесь покупать и ловить никакую впадину в паре доллар-иена на данный момент на фоне очень многих событий. Во-первых, если торговые войны со стороны администрации Трампа будут углубляться, иена это та же валюта, которая будет получать хорошую поддержку. Я не знал, будет ли это происходить в США в ближайшее время или нет, но иена именно та валюта, которая в это время неожиданно может получить поддержку. Первое. Соответственно, это для меня потенциальный риск. То есть, второе. Здесь нет на комфортном для меня, для торговли таймфрейме х4 тренда. То есть, для меня здесь нет ни нисходящего, ни восходящего тренда. Соответственно, для меня х4 в моей такой классической торговле достаточно индикативный тренд, которым я, таймфрейм, которым я пользуюсь. Соответственно, я здесь являюсь полным наблюдателем. Поэтому хочу показать, что из всех валютных пар, то, что из европейских, то, что мы неоднократно обсуждали, на х4 это единственное в паре доллар-франк есть тренд. Есть тренд. Конечно, нужно понимать, что на тяжелых таймфреймах здесь диапазон идет. То есть, этот тренд не настолько надежен. Также тренд, который есть в паре доллар-франк, он в пользу роста американского доллара. Но все-таки в долларом индексе это не подтверждается. Так что все это ставит под сомнение надежность вот этих трендов. Соответственно, уже каждый тут для себя сам решается. Если принимать сделки, то, скорее всего, они должны быть с более ограниченными объемами. Но в других парах я вижу какие-то разнонаправленные движения, к которым неинтересно подключается. Доллар, канадский доллар. На месячном таймфрейме четко ясное бычье поглощение, которое мы обсуждали. На weekly таймфрейме идет контр-движение. То есть, видно, что, скорее всего, мы сохраняемся в пределах восходящего движения. Но пока идем в фазе коррекции, то есть, может быть, будем каким-то образом прикасаться к этой линии потенциального роста. На дневном таймфрейме ничего интересного у меня нет. На х4 также все по-прежнему. Прорыв линий восходящего движения. Мы перечеркнули этот тренд, когда мы здесь в начале прошлой недели обновили вот эту впадину. Ну, соответственно, это для меня отменяет все возможные сделки на покупку. И это уже давно было в тот момент, когда здесь была пробита линия тренда. Это говорило, что тренд слабеет. Я предполагал, что здесь может сформироваться отскок. Но вы сами знаете, что мы обсуждали все свечи, всю ситуацию здесь, которая нам говорила о том, что здесь нет на мелких таймфреймах подтверждения о отскоке. То есть, соответственно, здесь сделок я вообще не рассматривал на покупку. Также на продажу хочу сказать, что вот он тренд, который мы нарисовали. Для меня он все-таки является неподтвержденным нисходящим трендом. То есть, на прошлой неделе. То есть, вот эту вторую вершину мы пока еще тогда условно практически рассматривали. Соответственно, мы сейчас находимся в нижней части. Конечно, я и вчера говорил, что на фоне публикации ежеквартального отчета Банка Канады я бы вообще никак не смог отреагировать здесь. То есть, надеяться на этом нисходящем тренде. В это время это произошло так быстро. Нет, скорее всего, я это вчера говорил, никак бы не смог подключиться. Соответственно, для меня здесь идет хаотическое движение. То есть, нет надежных трендов на этих ключевых таймфреймах. Поэтому, здесь также являюсь на данный момент полным наблюдателем. Австралийский доллар-доллар. Будем следить за ситуацией. Учитывая, что свеча начинает указывать на потенциальное движение вверх. Говорящее о том, что здесь может восстановиться восходящий тренд. Будем следить за ситуацией. На межном таймфрейме. Как закроется эта свеча? На выклик таймфрейма. Первая бычая свеча такая солидная, которая поглощает или по окончанию недели, если сохранится в данном виде, может поглотить вот эти три свечи. И это будет говорить о том, что как минимум здесь рынок понимает, что находится на линии тренда. Австралиец получает поддержку. 61 уровень. Напоминаю, что по последнему выступлению главы банка Австралии, резервного банка Австралии, то есть центрального банка Австралии, было сказано, что они оптимистично начали смотреть на рынок труда в Австралии. Также вот эти исследования AIG указывают на потенциальное увеличение занятости. Соответственно, это может перенестись позитивно на австралийскую экономику. И, соответственно, может быть их прогнозы о более хорошем экономическом росте в текущем 2018 году могут оправдаться. АНЗ ожидает, что резервный банк Австралии начнет цикл повышения ставок в конце этого года. То есть оптимистичные такие прогнозы в пользу австралийца накапливаются. И на данный момент они могут оказать некую поддержку австралийца. Я пока еще не полностью уверен, что здесь начинается восходящий тренд. Но будем следить за ситуацией, потому что он действительно может начаться даже на фоне вот этих торговых войн, которые проводятся между Китаем и США. Я думаю, что Австралия также может от этого выиграть, потому что сможет поставлять чуть побольше товаров в Китай, нежели чем это было раньше. Но все-таки на Х4 следим за нисходящим трендом. Он остается актуальным. На данный момент находимся в фазе коррекции на Х4. И соответственно, поэтому утверждать, что мы идем вверх на тяжелых таймфреймах пока еще слишком рано. Я этого не утверждаю. Просто наблюдаем за этими потенциальными. На Х1 все время мы наблюдали за эти хаотические движения. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Сейчас будем следить за ситуацией. Сделки у меня здесь, в Австралиице, на данный момент нет. Новозеландский доллар. Пару, которую мы комментировали, движется в унисон или в тандем с австралийским долларом. Хочу сказать, что мы уже комментировали неоднократно, что, на мой взгляд, Новая Зеландия может получить хорошую экономическую поддержку за счет торговых войн между Соединенными Штатами и Китаем. Соответственно, новозеландский доллар может протестировать также предыдущую вершину. Здесь, тем более, что на Х4 мы уже увидели и зафиксировали, что произошел прорыв линии тренда. И на самом деле я хочу четко и ясно сейчас заявить, что мы уже обновили вот эту вершину. Это видно. Соответственно, вот этот тренд нисходящий, который был, его стоит полностью перечеркнуть. Давайте я его полностью перечеркну, что уже само по себе говорит, что сомнения в сторону снижения данной пары на данный момент все больше и больше. То есть, может быть, здесь практически мы четко и ясно снова будем тестировать вот эти вершины как минимум. И будем следить за ситуацией, потому что в США может произойти любой форс-мажор. И я слежу на самом деле и за китайским юанем. И я хочу сказать, что видно, что как будто глобальные инвесторы понимают, что у юаня и у Китая намного больше перспектив в торговых войнах, нежели у США. И я практически сам предполагаю, что, конечно, при прочих равных условиях Китай выиграет вот эти торговые войны. У США более слабая экономика, чем Китай, чтобы смогла понести или перенести вот эти торговые войны, которые они сами синициировали на самом деле. Соответственно, может быть, эти азиатские валюты, они не азиатские, привязанные к азиатским рынкам, австралийские и новозеландские доллары, могут практически получить в долгосрочной перспективе поддержки. Ситуация достаточно непредсказуемая. Соответственно, здесь риски достаточно высокие. Но видно, что на никаком таймфрейме из этих ключевых нет тренда. А так, если здесь переходить на 30-минутное таймфрейм, здесь есть потенциальное движение вверх. На 5-минутном таймфрейме, на самом деле, хочу сказать, что именно на 15-минутном есть очень четкий, ясный, хороший восходящий тренд, который сейчас начинает колебаться. То есть, видно, что вот эта двойная вершина сейчас может казаться тройной. Но это такие тренды, которые я сейчас не буду обсуждать. И золото. Последний инструмент. Значит, что у нас по ценам на золото? Золото практически так же, как и британский фунт, начинает ставить под сомнение вот эти абсолютные максимумы предыдущих месячных свечей. Все это говорит о том, что даже если мы находимся в верхней части потенциального серого диапазона, многие ставят под сомнением стабильность американского доллара. И, может быть, у золота на фоне этого золота получается хорошая поддержка, хороший спрос на данный момент. На weekly таймфрейме четко и ясно мы тестируем абсолютные вот эти условно вершины предыдущих двух медвежьих поглощений. На дневном таймфрейме хочу сказать, что ничего интересного здесь нет. Продолжается вот этот диапазон. То есть, четко и ясно видно, что здесь мы находимся в этом хаотическом диапазоне. Я целью его называю хаотическим, потому что на более мелких таймфреймах здесь никогда не было целенаправленных движений. То есть, движения в этом широком диапазоне между уровнями 1300, 305, 1355, 360 всегда совершались очень резко вверх, очень резко вниз. То есть, не было таких четких и ясных направлений, в которых практически можно было бы, например, трендах, имея в виду, в которых можно было бы, например, рассмотреть сделку. Это имею в виду с точки зрения моей торговли. Конечно, я понимаю, что другие люди, которые торгуют по золоту, например, применяют другие стратегии, у них другие подходы. Может быть, они на основе своих стратегий, на их стратегиях намного проще практически проанализировать золото и сделать качественный прогноз. Поэтому каждый уже сам для себя решает. Но я хочу сказать, что стратегиями и анализами, которыми я пользуюсь, они мне не предоставляют возможность, чтобы торговать на данный момент по золоту. То есть, они мне ничего на данный момент не показывают. Это то же самое на H1. Не вижу никаких трендов здесь уже давно. Видно, что мы одно и то же практически обсуждаем. Поэтому я в золоте сейчас являюсь абсолютным наблюдателем. Итак, у меня на этом все по сегодняшнему обзору. Жду ваших конкретных вопросов. Если есть, пишите в чате. Иванов Михаил пишет. Золото и другие металлы уже отреагировали на эскалацию напряжения ситуации у берегов Сирии. Вы знаете, конечно, да, это да. Вы знаете, на самом деле я одну вещь хочу сказать. Преувеличивать Сирию не стоит. Объясняю почему. Эта эскалация по поводу Сирии чувствуется здесь, может быть, в России. Потому что Россия чисто геополитически связана с Сирией, получается, и с данной напряженностью. Соответственно, поэтому эти новости здесь такие востребованные. То есть, имею в виду, эти новости по Сирии интересуют людей. Многие привязывают там валютные курсы, например, рубля с ситуацией в Сирии периодически. Поэтому я понимаю, что ситуация по Сирии, она в основном для людей, живущих на территории Российской Федерации, кажется, такой определяющей. И это понятно. Но на фоне глобального мира я не думаю, что это самая важная ситуация. И в том числе для цен на золото. Я предполагаю, что фактор, который намного больше влияет на цены на золото, выраженных в долларах, на данный момент, это торговые войны с Китаем. Это намного важнее, потому что если начнутся торговые войны между вот этими двумя крупными полюсами, они рано или поздно могут привести к снижению темпов роста глобальной экономики. Что в свою очередь может подтолкнуть крупных участников к ожиданиям, например, рецессии. Что в свою очередь, конечно, заранее увеличивает спрос на такие активы и убежища, как золото. Соответственно, я все-таки считаю, что вот этот фактор напряженности во внешней торговле между Соединенными Штатами и между Китаем, который становится все ярче и ярче, он практически намного сильнее влияет на цену на золото, нежели геополитическая неопределенность вокруг Сирии. Но это мое личное мнение. Конечно, каждый для себя сам это решает. Читаю дальше. Хотелось бы услышать, как напряжение может отразиться на долларе. Вы знаете, я что вам хочу сказать. Там и нефть, и газ близко. Итак, веселина ситуация в Сирии не стоит не до цене. Особенно я буду отвечать на удар США. Смотрите, вот я еще один раз хочу сказать вот так. Конечно, я не хочу тут обсуждать такие темы, потому что многие люди пытаются продвинуть эти темы в сторону какой-то политики. А я вообще человек, который по-другому смотрят на мир. Я глобалист. Я против всяких таких бессмысленных в долгосрочной перспективе для человеческой цивилизации напряженности между конкретными странами, между конкретными регионами. Я практически для меня это как-то... Ну я когда на это смотрю, иногда говорю, до этого как будто живем в Средневековье. Например, там кто-то на кого-то напал из-за чего-то. Вот непонятно. Ну понятно, тогда люди были более отсталыми, не было коммуникации между людей. Сейчас есть интернет. Все люди практически живут в одном и том же пространстве. Все люди приблизительно одинаковые. Соответственно, я просто иногда не могу понять, как это может даже происходить. Но, к сожалению, это печально, что возникают такие проблемы. И, конечно, я считаю, что все-таки все вот эти нюансы, мы и любой человек смог бы их прокомментировать. Но это нужно делать беспристрастно с точки зрения, например, экономики. То есть обсудить, почему, как происходят эти ситуации, из-за чего происходят. А многие, практически в 95% случаев, все вот эти напряженности вокруг Сирии и так далее, и в любой точке мира, они практически искажаются и там становятся политическими темами. Суть самой темы практически не обсуждается. Я одну вещь хочу сказать. У нас сейчас нет времени для обсуждения ситуации вокруг Сирии. Но тут речь идет вообще о другом. Смотрите, это классические торговые пути. Это очень важные торговые пути, которые существуют уже достаточно долго. И, соответственно, отвечая на ваш вопрос, как повлияет ситуация вокруг Сирии на американский доллар. Смотрите, если британская империя США, которая унаследовала практически политику британской империи, то есть точнее политику пиратов, то есть они, если потеряют ключевые торговые пути, то есть не смогут за счет своего пиратства, то, что применялось на протяжении 300 или 400 лет, потеряют вот эти торговые пути, получится, что они потеряют вот эту финансовую дань, которые получают за счет, например, за счет того, что они держат некий, допустим, финансовый, то есть некий такой торговый путь. И, соответственно, это приведет рано или поздно, если британская империя и сейчас ее продолжение, допустим, США, то есть политика, экономическая политика, которую они разрабатывали насчет пиратства, они где-то упустят какой-то торговый путь, то это практически приведет к ослаблению спроса на американские доллары и так далее. Соответственно, конечно, для американцев это было бы не очень приятно, потому что британская империя практически прососществовала за счет пиратов, которая со временем на протяжении 300 или 400 лет практически заблокировала ключевые торговые пути, торговые пути в мире между крупными экономиками и цивилизациями и практически за счет этого она появилась, держится и на данный момент существует. Соответственно, я хочу сказать, что если вы, например, действительно знаете экономическое развитие своего региона, вы сами можете увидеть, как ваши регионы, в частности, если вы живете в России или подключены к этим торговым путям, как ваши регионы, вот этих торговых путей в мире, которые есть, и не только в Сирии и другие, зависят. Думаю, что каждый смог бы очень грамотно экономически оценить вот эти всякие такие ситуации. Хорошо, у меня на этом все. У меня, конечно, смотрите, Александр, вот вы пишите по поводу пиратах. Я имею в виду по поводу тех пиратов, которые были у Великобритании в Средневековье, или то там в 14, 15, 16, 17 веках. То есть не думайте, что я говорю о пиратах, которые сейчас, например, в каких-то морях есть. То есть я имею в виду, что вы же сами знаете, что Великобритания в нынешнем виде, она возникла благодарению пиратов, которые практически грабили всякие корабли торговые у испанцев, у португальцев, у всех, у китайцев. Также практически они нападали периодически и на русские корабли, которые перевозили зерно и так далее через Черное море, например. И в Балтике, например. То есть вы можете это проанализировать, посмотреть. Тем более, что я вижу, что у вас, скорее всего, белорусское имя. То есть предполагаю, что вы знаете приблизительно экономическую историю своего региона. Соответственно, я хочу сказать, что на фоне вот этой блокировки каких-то торговых путей, чисто исторически возникла Великобритания. Великобритания, потому что все эти пираты прятались на этих островах, в том числе Великобритании. Все острова, которые мы знаем, что были частью вот этой Британской империи. Хорошо, это, конечно, другая тема. Нам пора заканчивать. Соответственно, всем огромное спасибо за ваше участие, за вашу активность в чате. С вами, как всегда, был Василий Мпитков, аналитики Инвестиционной Академии. Всем удачи на финансовых рынках и до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok